Жительница Краснодарского края обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 14-летняя дочь самовольно ушла из дома. В ней самовольно, купив билет, уехала домой всего прохладное. По словам женщины, в случае они прибыли на заработки. Отработав некоторое время, девочка отказалась выходить на работу, заявив, что ей не нравится город. Взяв без спроса паспорт и деньги, беглянка приобрела билет на поезд, сделав это через терминал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетнюю пассажирку обнаружили, сняли с хвоста на станции Белореченская и передали маме, правда, после профилактической беседы. Второй случай произошел в Лазаревском районе. Двое мальчиков из Московской области накладывали монеты на железнодорожное полотно. Как оказалось, у ребят была мечта увезти расплющенную монетку домой на память. Обнаружили несовершеннолетних в ходе плановых рейдов. В данном случае беседу провели как с нарушителями, так и с родителями, которые не предупредили детей об опасности. Помимо того, что мы, сотрудники транспортной полиции, провели с детьми беседы, еще будут направляться информационные письма в учебные заведения, где учатся дети, и в ОВД по месту жительства, чтобы там уже на месте еще раз с детьми провелась беседа, и чтобы они поняли, что данные действия очень опасны. Помимо того, что поезд может их сбить, так и наложение посторонних предметов может повлиять на безопасное движение поездов. Самый главный вывод, что железная дорога – это зона повышенной опасности. В период каникулы профилактические мероприятия инспекторы Сочинского линейного управления проводят в детских лагерях в санаториях. В целом, с начала летнего сезона полицейскими выявлено 10 несовершеннолетних, которые накладывали на ЖД-полотно посторонние предметы. 25 несовершеннолетних находились безнадзорно на объектах железнодорожного транспорта. В отношении пяти подростков составлены протоколы по статье «Безопасность движения на ЖД-транспорте». Если же ребенок не достиг возраста административной ответственности, то есть 16 лет, то полную ответственность за своего ребенка понесут родители. Продолжение следует...